В преддверии 23 февраля глава Карелии посетил Карельский кадетский корпус имени Александра Невского. Учащиеся тщательно готовились к этому событию, учили приветствие и сочиняли вопросы руководителю республики. О чем кадетам удалось поговорить с губернатором и чем его удивить, расскажет Евгения Легкая. Товарищ глава республики Карелия, Карельский кадетский корпус имени Александра Невского в честь 23 февраля построен. Заместитель подполковник клубнов. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравствуйте, товарищи, глава республики Карелия. Главу Карелии встретили громко и торжественно с праздничной церемонией выноса боевого знамени. Руководитель региона поздравил учащихся корпуса и пожелал с честью нести звание кадета. Затем для почетного гостя подготовили небольшую экскурсию по училищу. В танцевальном зале главу встретили с оркестром, сыграв «Врагу не сдается наш гордый варяг». В актовом зале кадеты показали танцевальные и акробатические умения. Коронным номером стал танец с оружием. Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества самые младшие кадеты принимали присягу, с чем Артур Парфенчиков и поздравил юных военных. Вы выбрали очень непростой путь, вы и ваши родители. Потому что все-таки одно дело учиться в обычной школе, а другое дело носить форму. Артур Парфенчиков рассказал будущим защитникам родины, что его сын когда-то тоже закончил кадетское училище в Москве. И это очень хороший опыт для мужчины. Также с удовольствием ответил на вопросы мальчишек. Пятиклассники спрашивали о том, кем руководитель республики хотел стать в детстве и что в ближайшие годы он собирается сделать для развития города. Учащиеся постарше интересовались любимыми карельскими местами и предпочтительными видами спорта губернатора, который, как оказалось, очень любил спорт и в 45 мог дать фору 20-летним. У меня 45, 25-26, максимум 30. Я говорю, утром построение в полной выкладке, бронежилеты, все как положено, с оружием. И я марш-бросок в горах, 5 километров. Короче, к финишу прибежал я один с двумя автоматами. В конце встречи глава Карелии пожелал кадетам не сдаваться при трудностях и быть настоящими защитниками своих родных, учителей и родины. Терпение и смелость в защите своей родины, потому что защищать свою родину, я считаю, один из главных принципов настоящего человека. Евгения Лёгкая, Борис Касьянов, Сампо ТВ, 360.